Существует несколько способов добавления компьютера в топологию сети в GNS3. Первый способ. VirtualPK-симулятор. Имеет сильно ограниченный функционал, однако идеально подходит, если вам нужно всего лишь проверить соединение с помощью PIN или Tracerode. Практически не грузит вашу операционную систему. Второй способ. Использование KEMO, VMware или VirtualBox. Включайте в топологию сети полноценные виртуальные компьютеры. Подходит, если вам нужен больше функционал в схеме. Например, необходимо использовать браузер или эмулировать какой-либо сервер. Существенно нагружает вашу операционную систему, особенно если используете несколько виртуальных машин. Третий способ. Подключение GNS3 к реальной сети. Подключайте реальный компьютер всей GNS3. Идеальный вариант, если для проверки вам требуется всего один компьютер в проектируемой сети. Сегодня рассмотрим VirtualPK-симулятор. Ставится автоматически при установке GNS3 All-in-One, который можно скачать с официального сайта GNS3. Либо можно скачать и установить отдельно. Запустим VirtualPK. Все программы. GNS3. VirtualPK. Откроется окно, подобное стандартному интерпретатору командной строки Windows. Номер в квадратных скобках. Указывает номер виртуального компьютера, к которому мы как бы подключены. Для переключения на другой хост достаточно ввести цифру от 1 до 9. К примеру, 2. Сменившаяся цифра означает, что мы переключились к другому компьютеру. Всего доступно 9 хостов. Для просмотра доступных команд используйте знак вопрос. Чтобы просмотреть существующие конфигурации, используйте команду show. Для присвоения к компьютеру IP-адрес используется команда типа IP 192.168.1.2. 192.168.1.1.24. Где? 192.168.1.2. Это адрес компьютера. 192.168.1.1.2. Это шлюз по умолчанию. 24. Маска сети. Итак, соберем следующую схему. Перетащим в рабочую область роутер. И два компьютера. C1 и C2. Убедимся, что в роутере вставлен слот с двумя Ethernet. Итак, для того, чтобы подключить компьютеры C1 и C2 к роутеру, сначала необходимо создать интерфейсы. Для этого необходимо зайти в конфигурацию компьютера. В вкладке New UDP выбрать локальный порт и remote порт. Для C1 выбираем local port 3000 и remote port 2000. Для C2. 3001 и 2001. Запустив, запускаем virtual PC. Наберем команду show. Увидим, что virtual PC1 имеет локальный порт 3000, локальный порт 2000 и remote порт 3000. Следовательно, на virtual PC1 будут вводиться настройки для C1, а на virtual PC2 будут вводиться настройки для C2. Итак, введем IP-адрес для первого компьютера. IP 192.168.1.2. 192.168.1.1.1. С маской 24. Переключимся на второй компьютер. IP 192.168.2.2.192.168.2.1. С маской 24. Проверим настройки. Как видим, IP-адреса присвоились. Приступим к настройке роутера. Допустим его. Иногда используем подключение ману. Включаем к созданным нами интерфейсам. Подключимся по консоли. Итак, нам необходимо настроить интерфейсы FAS Ethernet 0.0, к которому подключен компьютер C1, и интерфейс FAS Ethernet 0.1, к которому подключен компьютер C2. Приступим. Приступим. FAS Ethernet 0.0, IP-адрес 192.168.1.1. С маской 255.255.255.0. Поднимем интерфейс. ФАДИН. Настроим интерфейс FAS Ethernet 0.1, к которому подключен компьютер C1, и интерфейс FAS Ethernet 0.1, к которому подключен компьютер C2.1, к которому подключен компьютер C2.1. С маской 255.255.255.0. Поднимем интерфейс. Проверим соединение сначала с роутера Попробуем пропинговать компьютер C1 192, 168, DIN 2 Пинг успешный Проверим компьютер C2 Пинг успешный Теперь попробуем то же самое сделать в VirtualPK-симуляторе Переключимся на первый компьютер Попробуем пропинговать VirtualPK 2, 168, DIN 2, 2 Как видим, соединение успешно Также можете использовать команду Trace Tracer T 192, 168, DIN 2, 2 На сегодня, думаю, достаточно Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...